Особое мнение на 101FM С предложением кировчанам проголосовать за одну из двух форм выборов главы города Кирова Либо прямые всенародные выборы, либо назначение конкурсной комиссии С последующим утверждением того или иного кандидата депутатами городской думы Изначально все развивалось достаточно однозначно То есть большая часть голосующих предпочла вариант прямые всенародные выборы Потом, через некоторое время, спустя несколько дней Начал расти вариант назначения конкурсной комиссии Многие связывают это с якобы разосланной членом Единой России смс-кой Или каким-то иным сообщением о том, что уважаемые товарищи Зайдите и проголосуйте за назначение глав муниципалитетов Через конкурсную комиссию ради экономии бюджета Там, правда, был заметен достаточно отрыв То есть если в самые первые дни буквально единицы, может быть, или десятки человек Голосовали, то потом, после появления фотографии с этой якобы смс-кой Соотношение голосов резко изменилось То есть 40 на 60 примерно было Достаточно близко шли друг к другу два варианта И общественная палата прекратила свой опрос досрочно Он должен был идти до 19 апреля Закончился, по-моему, 9-го И объяснялось это тем, что были накрутки Были недобросовестные граждане, которые разными ухищрениями пытались Значит, либо за ту, либо за другую версию проголосовать Недостоверный результат Все, до свидания, опроса нет Я не понимаю, вот насколько эта тема важна Что имеет смысл делать Там, я не знаю, опросы какие-то, еще что-то, накрутки Почему? Почему эта тема важна? Почему, да, так важно, вот история с опросом Почему именно важно было, чтобы там два варианта были примерно одинаковые Или наоборот не были одинаковые Или зачем вообще этот опрос? Ну, вообще сам вопрос, это из серии смысловых вопросов Это вопросы мировоззрения То есть доверять ли важные вопросы управления областным центром Большим городом Только тем депутатам, которые избраны нашей, ну, по сути говоря, партийной системой Или все-таки довериться воле жителей напрямую Там, на прямых выборов То есть это вопрос, который так или иначе встает В праве ли граждане, компетентны ли граждане, там, самостоятельно делать свой выбор напрямую Или им нужны какие-то квалифицированные посредники в виде профессиональных политиков Там, из политических партий, которые формируют там свой депутатский корпус, свои фракции Или профессиональных чиновников, которые в числе конкурсной комиссии Разумеется, и профессиональных чиновников То есть это вот вопрос все о том же Прямая демократия или вот такая опосредованная Через там какие-то сложную цепочку различных органов Поэтому этот вопрос, да, он вызвал столько много интереса При этом понятно, что такие вопросы, ну, я склонен Ну, мое полное убеждение, что такие вопросы нельзя выносить на голосование на сайте Потому что ни одна из, там, электронных систем А я знаю, о чем говорю, потому что там и сам делаю сайты И могу сделать и опросы, и прочее, и прочее Сколько я видел это Не позволяет там быть достаточно защищенной от различных накруток То есть я поэтому, ну, сам лично и не пошел голосовать там Ну, а зачем? Когда я знаю, что можно накрутить Сайт общественной палаты – это не суперзащищенная система Я думаю, что подобные вещи на сайтах, опросы Стоит использовать просто для сбора различных мнений Предпочтений по каким-то индивидуальным там вещам Но не для выяснения вопросов, смысла в жизни Не для принятия решений Ну, я так понимаю, что от этого опроса ведь и не ждали такого результата Мы Сергею Улитину, вашего коллегу по общественной плате спрашивали Зачем нужен этот опрос? Он говорил, что результаты этого опроса После того, как они будут Их просто отнесут депутатам законодательного собрания Которые будут рассматривать уже тот или иной законопроект Это все равно вопрос лоббизма определенных интересов Выход на депутатов и формирование их мнения Попытка формирования их мнения То есть это попытка влиять, аргументируя итогами опроса Это чисто политический жест Это попытка все-таки принять участие в лоббистской деятельности И если мы отсылаемся к мнению людей, которые проголосовали на сайте И используем это мнение Смотрите, высказалось столько-то процентов за, столько-то против То есть мы отсылаемся Типа это не мы придумали Это вот люди сказали Но то, что люди сказали А кто не сказал? А кто посчитал, что не стоит принимать участие в вопросах в такой форме? А всех ли спросили? А были ли там только жители города Кирова? Или жители Кировской области? А что делать с IP-адресами, которые там Из иностранных государств, из других регионов? А что делать там с теми голосами, которые поданы там С одного компьютера, с одного браузера? А как отделить одно от другого? На самом деле, чисто технически Тут есть две стороны Чисто технические способы определения идентичности И, скажем так, вопрос доверия к тем институтам, которые проводят подобные опросы Чисто технически подобными мощностями может обладать портал госуслуг Где там верификация, двухфакторная аутентификация Все под своим именем Да, все под своим именем Но тогда этот опрос получается не анонимным И технически есть возможность посмотреть, кто, как, за кого Персонально То есть тут вопрос анонимность против достоверности Анонимность против достоверности И вот в этой дилемме анонимность против достоверности Ну, я бы тоже не стал бы участвовать в вопросах, проводимых через авторизацию на портале госуслуг А почему? Ну, тут просто вопрос такой Ведь не спрашивают, извините, вы за то, чтобы вести смертную казнь или еще что-нибудь Или против этого Вроде темы-то безобидные Ну, как безобидные? Это вопросы того же самого ряда То есть это мировоззренческие вопросы То есть это вопрос по доверию существующим институтам и работающим Это вопрос по доверию существующим представительным органам власти А что такого, если я, например, не доверяю действующей схеме? Ну, что мне за это будет? Ну, не доверяю я Ну... Или это опасно и чревато там для людей, которые работают, например, где-то, не знаю, в органах власти В силовых структурах То есть они не смогут принять участие в этом вопросе Понимаете, таким путем может разрушиться Ну, как бы так сказать, некая иллюзия То, что 86% выбрали именно этот путь развития государства А... да? Ну как? Еще совсем недавно с потрясающим перевесом Люди побеждали на выборах А теперь этим людям говорят Не, мы не считаем вас достаточно компетентными представителями народа В городской думе, чтобы выбирать Чтобы выбирать из своей среды главного руководителя города Или не из своей среды, потому что в опросе речь шла все-таки, как я понимаю О каком-то дополнительном человеке Ну, не важно, не важно Это вопрос, там, из этого порядка Насколько можно доверять этим людям? А, то есть, если, например, результаты опроса не устроили бы действующую власть Мы про это говорим, да? Ну, то есть, если люди бы все проголосовали за прямые всенародные выборы То возник бы вопрос, почему люди не доверяют депутатам Гордумы? Да И этот вопрос такой с продолжением Потому что, смотрите, если сегодня люди не доверяют действующим депутатам Большинство из которых пойдет на ближайших выборах снова И эти партии, эти организации, которые их выдвинули Они тоже пойдут снова участвовать И как так? Партии доверяем Конкретно кандидатам в депутаты доверяем Но... Но мэра будем выбирать сами Дело не в том, чтобы мэра сами выбирать А мы не верим, что они компетентны для того, чтобы выбирать наилучшего градоначальника Человека, который будет ответственен за решение многих практических вопросов В таком случае, а зачем? А почему? А как так складывается? А где вот эта вот разница между доверием партии Между доверием каким-то политическим организациям Между доверием депутату и доверием городоначальнику Почему этих напрямую? А вот этих... Мы же вроде выбирали самых лучших людей Самых компетентных, самых грамотных депутатов Ну, возникают вопросы такие смысловые То есть это такая игра с продолжением То есть это может поломать и следующие выборы То есть если здесь каким-то образом будет дискредитировано То есть опросы, получается, по вопросу выбора прямых или непрямых Я думаю, что... Не должны вообще проводиться? Нет, я думаю, что это должно быть не в форме опросов А как это будет? Референдум? Да То есть, в принципе, если этот вопрос настолько важен То надо проводить просто полноценный референдум Где каждый от своего имени придет и опустит бюллетень с нужной галочкой По крайней мере, именно в оффлайн-форме Там на бумаге Чтобы можно было в случае чего вскрыть запакован... Если вдруг возникнут сомнения в чистоте процедур референдума Чтобы можно было использоваться законодательно описанными процедурами И проверить правильность пересчитать голоса и прочее А чем тогда вот эта очная форма будет отличаться от заочного голосования на портале госуслуг? Тем, что меньше людей придет? Понимаете, вот когда все в цифре Там вот этот бюллетень, вот эту бумажку с голосами Невозможно собственными глазами наблюдателям пересчитать Люди могут проголосовать как угодно Но вот если честно, когда все в цифре Какой есть механизм пересчета? Какой есть механизм окончательного и полного доверия этим результатам? Насколько вероятно то, что кто-то где-то в каком-то кабинете Там с достаточным доступом техническим Вот просто поменял цифру и сказал А вот так и было? А вот так и было И никто не почитает? Ну вот А во время референдума могут быть наблюдатели, которые... Поэтому я сказал, что у всех интернет вот этих вот опросов Там есть две штуки Одна техническая Вот Но техническая для рядового сайта Там органы, как общественные палаты Это неподъемно Лично Это дорого слишком? Это очень дорого И там нужна авторизация Нужно подтвержденное Нужна фильтрация Там мощная Чтобы могли проголосовать Только те, кто Там из этого региона Из этого города То есть по прописке По адресу регистрации Прописки сейчас нет Сейчас адрес регистрации Чтобы не было возможно Там, допустим Если у человека есть пять телефонных номеров Легально зарегистрированных на его имени Там с каждого номера По разу проголосовать Это, конечно, меньше, чем накрутить ботом Но тем не менее Это тоже размывает доверие К процедуре Вот есть техническая сторона И есть Вообще доверие институту проводящему То есть Насколько мы уверены в том Что не будут подкручивать Что не поставят просто любую цифру В смысле, кто не поставит? Ну вот если мы берем этот конкретный вопрос Общественная палата? Сейчас мы говорим просто про Про вопросы Про любое цифровое голосование Я бы не стал участвовать В цифровом голосовании Потому что я не знаю На каких серверах все это происходит Я не знаю, какие протоколы безопасности Там применяются Я не знаю, кто следит, контролирует И каким образом контролирует Достоверность этих результатов Я не знаю, какие есть возможности Просто в итоге поставить нужную цифру И сказать, что вот же люди проголосовали То есть Можно как угодно Честно голосовать И честные данные Там можно Технически где-то там Собрать в одном месте Но в выходе Получить совсем другую цифру И это к вопросу Опять же О доверию Большей избирательной системе В принципе Мы знаем, что За избирательной системой Она работает только тогда Когда есть возможность На всех участках Там наблюдателям Лично проконтролировать И когда наблюдатели грамотные И их достаточно много Они имеют Законом описанное право Там участвовать в процедурах Тогда это Ну есть возможность Посчитать Там Были инциденты там На отдельных участках Были инциденты там Разные там Если наблюдатель живой Заинтересованный В честности У него есть Там законом Описанное право И процедуры Как и что посмотреть С тем, чтобы Более-менее доверять результатам Когда это вот Черный ящик Там в электронном виде Ну я не знаю Я против Я против Вообще попыток И экспериментов Проводить Ну реальные голосования По важным вопросам То есть перевод В электронную форму Так, Олег А есть вот еще одна форма Которую нам Ваш коллега Сергей Улитин Рассказывал Да Мы на прошлой неделе По-моему делали Как раз эфир По вот этим вот Опросам Предполагалось Что где-то в ближайшие дни На улице города В дополнение К электронному Вот этому голосованию Выдают еще Живые сборщики Мнений Волонтеры И будут опрашивать Тех горожан У кого нет доступа К интернету Или кто не любит Там электронное голосование И таким образом Собирать голоса Сейчас, как я понимаю Решение все-таки Не принято Я Сергеем Николаевичем Разговаривала Вот сейчас до эфира Он сказал Что сейчас мы думаем Да То есть если делать Персонифицированным Это голосование Этот опрос Также там Составлением данных Еще чего-то То это слишком дорого И слишком накладно Затратно В том числе По времени По организации И прочее Если не делать этого То тоже не исключен вариант Что один человек Объедет Не знаю Там 10 точек Сбора подписей И везде расскажет Что он думает По этому вопросу Вот такое голосование На ваш взгляд Оно нужно или не нужно Или лучше времени тратить На мой взгляд Не нужно Лучше времени тратить А как же тогда Собрать народное мнение По поводу Вот этих двух законопроектов О прямых выборах И о выборах Конкурсной комиссии Я уже сказал Что я бы доверял Только Референдуму Референдуму Только так Да Только так Но референдум Никто не будет проводить Опять же дорого Ну что делать Пусть решают депутаты Это дорого Но а что делать Любые другие формы То есть Я назову там 10 и 1 способ Как Как это Можно обмануть Хоть в электронном виде Хоть Как вы уже описали Путем опросов Путем опросов Если это люди На улицах города Кого они опрашивают Они опрашивают Только тех Кто Кто пешком Проходит мимо Те люди Которые Крайне редко Выходят из дома Они фактически Лишены права голоса Те люди Которые Традиционно Там Из дома Вышли Сели на машину И поехали И не ходят По тротуарам Они тоже Не имеют шанса Столкнуться С этими опросчиками То есть Выборка Получается Крайне Нерепрезентативной Ну и Ну это Будет мнение Какой-то части Людей К тому же Мнение Которое Ну Не знаю Проверить И как-то Мне кажется Это все Из разряда Там Игр политтехнологов Эти опросы Ну Так Подобные формы Подобные формы Изучения Мнения Это Из игр Политтехнологов Это стоит денег И политтехнологи Ну да Вкладываются Точнее Их заказчики Вкладываются В то Чтобы Политтехнологи Ну подобные штуки Организовали А без запроса Принимать решение Депутатам О том Какую форму Все-таки Избрать Насколько Реально Понимаете Тут Мне кажется Намного проще Скоро Выборы Этим депутатам Надо переизбираться Так Вот От того Как Сегодняшние депутаты На этот вопрос Ответят На своем Голосовании Вот Мы и будем Смотреть И Все люди Все жители Попали они В настроение Людей Или не попали То есть Стоит им Продолжать Свою депутатскую Деятельность Им Их организациям Их направивших Их политическим Партиям Или все-таки Фу Эти ребята Проголосовали Вот так То есть Мнение этой партии Было вот такое Но они скажут Мы проголосовали Вот так Потому что Мы считаем Что не нужны Дополнительные Расходы денег Из бюджета Лучше мы их На детей потратим Официальная позиция Партии Которая выдвигает Депутатов На выборах Будет какая То есть Они же будут Призывать всех Своих сторонников Приходить на выборы По вопросу Партия Фракции Займут Определенную позицию Мы увидим По голосованию Какая партия Какая фракция Как проголосовала Какие депутаты Персонально Заняли Какую позицию Исходя из этого Мы будем делать Выводы Попадают Эти депутаты В наше настроение Или нет И это уже Сугубо Дело этих депутатов И дело этих Политических Организаций Хотят они Понравиться К ближайшему Сезону Выборов Населению Или нет Ну понятно Ладно На самом деле Конечно Посмотрим Что будет С очным голосованием Будет ли что-то подобное Проводиться Ну вот Олег Ткачев Говорит Что смысла В этом особого нет А если не будет Голосования Просто следите За тем Как голосуют Депутаты И тот ответ Который для вас Внутри Более предпочтительен Совпадает С их позицией Или не совпадает И дальше уже Делайте выборы Во время выборов Кстати о выборах Мы в этой студии По-моему Около месяца назад Встречались И говорили О региональном штабе Общественном штабе Наблюдателей Который существует В общественной палате Там у вас довольно много Человек И несколько направлений Деятельности Мы на старте Встречались Какая-то работа Ведется Сейчас Работа ведется Штаб собирается То есть Подготовка к выборам Там идет Готовятся наблюдатели Хотелось бы Конечно Больше Хотелось бы Большей активности От самих людей То есть Нет желающих Пока Не заявляются люди Да Ну есть Просто еще пока рано Еще просто Каждый человек Не считает нужным Что прямо сейчас Подключаться Писать какие-то заявки Что да Хочу быть наблюдателями На выборах Осенью Да Но ведь там предполагается Обучение какое-то Когда час икс До какого момента Надо записаться С тем кто хочет В принципе Аппарат общественной палаты Готов уже прямо сейчас Принимать Заявления Пожелания Людей О том Что они хотят Стать наблюдателем А обучение Это когда планируется Обучение Вот первое обучение Уже было Там Там пару-тройку Недель назад Уже был Большой семинар Для наблюдателей Обучались Но этого Разумеется Мало И разумеется Что Нет Если рассчитывать На каких-то новичков То надо проводить Позже Ближе к выборам Да Ближе к выборам Но желательно Об этих новичках Знать уже сейчас Хотя бы там Потенциальное Там Желание человека Там Хочу Осенью Прийти Понаблюдать И если бы эти люди Уже прямо сейчас Проявляли Свою активность И желание Можно было бы Спланировать Для них Уже какие-то Обучающие мероприятия А сколько сейчас Желающих То есть вы сказали Не очень много Ну хотя бы порядок цифры Я понимаю Что не пересчитать Я сейчас Точно не могу сказать Сейчас пока Работается Там с некоммерческими Организациями С образователями Учреждениями Со студентами И прочее Прочее То есть То что можно Заранее рекрутировать То есть мы понимаем Что там На предприятиях Организациях Через вот какие-то Уже организованные Там группы Людей Через Ну через организации Уже идут Направления Я сейчас не могу Сказать В количественных В количественных Параметрах Но в принципе Мы понимаем Что Есть возможность Рекрутировать Но хотелось бы Чтобы вот прямо Люди Там с улицы Которые В средствах Массоинформации В сайтах Почитали Увидели Услышали Свои заявочки В каждом населенном Пункте Там есть Избирательные Участки На них Возможно Там наблюдение Людей Поехать можно Не только в Киров Если ты живешь в Кирове Можно поехать в любой регион В любой район Если есть возможность Там выехать То Можно сообщить Где будете В день выборов И Можно получить туда Направление Через общественную палату Можно записаться Я так понимаю Через общественную палату Политика Бизнесмены Тут все понятно Решил человек Попробовать Свои силы Но когда Идет в депутаты На неоплачиваемую Почти всегда Работу У нас депутаты Заксобрания В большей своей массе Не получают зарплату Человек Который В общем-то Имеет работу Штатную должность И вдруг Вот он Изъявляет желание Это как-то странно Немножко выглядит Нет? Почему странно? Ну как? Вот человек пошел Там же еще непонятно Достанется ли тебе Портфель Председателя комитета Или вице-спикера Ты жить-то на что будешь? Должен же будет Роман Береснев Если его изберут Покинуть свой пост В правительстве Я так понимаю Роман Александрович Абсолютно Грамотный Компетентный Человек Не сомневаясь Несколько Который прекрасно Он не делает Неосторожных Там движений Я Видев это заявление Я понял Ну Я понял Я расшипровал его Таким образом Что Олег Можно немножко Поближе к микрофону Кандидатура согласована Для того Чтобы Роман Александрович Стал председателем Законодательного собрания Ага Но это вот Мнение Особое мнение Олега Ткачева То есть Официального Подтверждения Этому нет Ну а как сейчас Как сейчас Объявить то Что Кандидатура Обсуждалась И там Все руководящие лица Там не против Перемены деятельности Романом Александровичем Роман Александрович Не первый день В административных структурах Не первый день В политике Прекрасно знает Там Как все это делается И разумеется Он туда Идет Ну не знаю Не на общественную Работу Не на общественную Работу То есть Мне кажется Что Ну это мое Личное мнение Вот Ну Посмотрим Интересно Ладно Мы сейчас Уйдем на перерыв Действительно Посмотрим Как будут развиваться События дальше Олег Ткачев В нашей студии Особое мнение На 101FM Олег Ткачев В нашей студии Руководитель Кировского центра Поддержки НКО Член общественной Палаты Кировской области Говорили мы До перерыва С Олегом По поводу Заявления Романа Береснева Зампреда правительства О том Что он идет В законодательное собрание Олег Ткачев Предполагает Что идет Не на штатную Условно говоря Должность Простого депутата А как Ну наше опять же Предположение Да На должность спикера Да Ну я так считаю А почему бы нет Хорошим будет спикером Роман Береснев Ну Роман Никогда не делал Ничего плохо Скажем так То есть По крайней мере Он будет грамотным Квалифицированным Спикером Вот Какую позицию Займет По поводу Там Каких-то ключевых Позиций Будущего Строительства Региона Вопрос интересный Мне бы хотелось Послушать Предвыборные Ну как бы так сказать Обещания Кандидата В депутаты С прицелом На то Что Этот Кандидат В депутаты Будучи депутатом Станет председателем Ну или не станет Мы не можем пока Точно быть уверенными Ну мне кажется Что тут уже Многие вещи Согласованы Вопрос решен Ну нет Нигде просто не говорится О том Что многие вещи Согласованы Ну а как Каким языком Об этом должно Говориться Где это должно Быть объявление Ну Просто Просто так Ничего не делается Понятно Если человек С позиции Заместителя Зампреда Правительства Идет в законодательное Собрание Мы уже говорили Да идет Вряд ли на общественную Работу Не просто так Это серьезная Кадровая Там Деятельность Это серьезная Работа И мне кажется Что Ну Все уже Запланировано Там получится Или не получится В зависимости от того Какой депутатский корпус Сложится Там Ну Это или получится Или не получится Но Очень велика вероятность Что в случае с Романом Александровичем Все получится Все получится Ладно Мы от политической темы Отходим немножечко И сейчас Все-таки О более таких Бытовых вещах поговорим На прошлой неделе Ближе к концу Ну я не знаю Стоит ли говорить Там Сотрясал скандал Наверное Все-таки не так Да Но 59-я школа Которая прославилась До этого Котлетным скандалом Вновь отличилась И вновь мелькает В СМИ И видимо педагогов Которые уверяют Что мальчики В школьных туалетах Курят Мало того Значит Портят сантехнику То есть забрасывают Унитазы Разными посторонними предметами Да Прожигают стенки Пластиковые Этих кабинок И вообще Всячески хулиганят И вот здесь Большой вопрос Я вот честно говоря Как-то первый раз Таким сталкиваюсь Что в туалете Камера установлена Ну я не знаю Может быть где-то В ночных клубах Ее ставят Во избежание Каких-то там Эксцессов Да Но чтобы в школе А как же там Я не знаю Ну в конце концов Личная жизнь же У детей есть какая-то Там Устанавливать камеры В туалетах Это конечно ужасно Ну то есть это Ну я не знаю С чем бы это сравнить То есть это Ну мне кажется Все-таки это унизительно Это не способствует Воспитанию там Свободных людей Вот Да Всяко было И мы в школе Курили в туалетах И прочее Я понимаю Не надо так делать Мы сейчас сразу скажем Не надо так делать А вообще курить не надо Да Я понимаю Что люди могут хулиганить Но устанавливать камеры Там в зонах Там которые должны быть Ну по определению Там Ну какие-то интимные То есть Ну это перебор Ну в кабинку тоже не смотрят Смотрят вот перед кабинкой Подумают Если аргументация Там кидают в унитаз Чего-то там Портят Ну Если камера Не смотрит Там что кидает в унитаз Тогда Тогда куда она смотрит Ну Не знаю То есть Понимаете Опять тут какая-то Вот эта вот Аргументация Она С действиями Уже произведенными Она как-то Там не вяжется Вы или хотите смотреть Что кидают в унитаз Или у вас Камеры туда не направлены Ну Одно из двух А как же тогда бороться С курением В школьных туалетах Если это туалет для мальчиков Мы понимаем Что в школах У нас большинство педагогов Сейчас Ну по крайней мере Не знаю Мое такое предположение Все-таки женщины И наверное Женщина в туалет для мальчиков Заходить Чтобы проверить Не курит ли там И не творится ли там Какое-то иное безобразие Не совсем правильно Это тоже наверное Унизительно Может быть будет достаточно Там одного смотрителя Мужчины Там для того Чтобы регулярно обходить Там на каждой перемене Все туалеты И с полномочиями Там проверять И контролировать Ситуацию в туалетах Потому что Я не знаю Там завхоз Ну кто угодно Учитель физкультуры Учитель труда Ну вот раньше У нас еще В Советском Союзе В школах Примерно так Там все учителя Мужского пола Проверяли Мужские туалеты Там Все преподаватели Женщины Ходили по женским туалетам Чтобы смотреть В туалетах же не только Там курят Там Иногда Там какие-то варианты буллинга То что сейчас называется буллингом Там какое-то приставание То есть Ну Следить за дисциплиной Было поручено В том числе и учителям Вот Если сейчас Это как-то невозможно Там обязать учителей Не знаю Может быть доплачивать им За подобную там работу Чтобы они периодически наведывались И следили за порядком Ну я не знаю Или доплачивать Или отдельных людей Для этого Доплачивать Я не знаю Хватит ли в школе денег Потому что там же тоже Небезграничный ресурс Ну понятно Но тем не менее То есть Это вопрос дисциплины Камерами Не знаю А имеют право вообще родители Ну понятно Что не решается Можно конечно там Возмущаться Этим фактом Вот Но Имеют вообще право родители Принять такое решение То есть внутри школы Вот родительский комитет Там совет родителей школы Решает поставить камеру в туалете Просто вот это пока первый случай А возможно И в других школах То же самое Если он будет признан успешным Этот эксперимент Родители Ну я считаю Родители не имеют права Навязать Директору школу Директору учреждения Да Какое-то решение Которое противоречит Там Правилам Ну вообще правил Это таких Которые для всех бы школ Регламентировали Отсутствие камер в туалетах Их нет На самом деле Надо поискать Посмотреть Потому что Все-таки это зона приватности И можно ли там Устанавливать Там Какую-то видеофиксацию Это отдельный вопрос Чисто юридический Которым Я не знаю Мне кажется Еще никто не занимался В общем Те родители Кому не безразлично Будет камера в туалете Или нет Посмотрите пожалуйста Законы Насколько это реально Возможно Или невозможно Вопрос дисциплины Мне кажется Стоит решать Все-таки Какими-то кадровыми решениями А не техническими средствами Слежки За Приватностью детей Еще одну тему Успеем Наверное Две минуты Но очень быстро Адвокат Владимира Быкова Александр Фомин Через газету Бизнес-новости Обратился к коллегам Бизнес-новостей В том числе И к нам С просьбой Все-таки Более взвешенно Подавать информацию О деле Владимира Быкова Те комментарии Которые звучат СМИ Говорит он В некотором В некотором смысле Оказывает давление На суд Опережая судебное решение Которому Суду же Единственному Дано право Выносить вердикт Виновен Не виновен Формально Адвокат прав Адвокат занимается Своей адвокатской Деятельностью Он на стороне Своего Клиента Он защищает Его Права и Интересы А как же тогда Подавать СМИ Информацию В таком случае Более Аккуратными словами Смотрите Мы тут Мы тут Рассматриваем вопрос Насколько Как бы Еще не принято Юридическое Еще не Не обсужденное Не принято Юридическое решение По данному вопросу То есть Человек Еще пока Не обвинен Там Судебного решения Действительно не было А СМИ уже считают И выясняют У экспертов А какой будет приговор Да То есть Здесь Адвокат Прав Но с эмоциональной Точки зрения То есть Многие люди Выражают Свои эмоции И Средства массовой информации Эти эмоции Транслируют Средства массовой информации Не могут Не транслировать Эмоции За Средством массовой информации Выбор языка Выражений В которых Они это делают То есть Оптимальная Середина Это то Чтобы Не называя Человека Виновным До решения Суда Обсуждать Вопросы О возможной Виновности Или невиновности Находя какие-то Аргументы Ну это Вопрос Стилистики Ну о чем Говорит адвокат Я просто напомню Он сравнивает Дело Владимира Быкова С делом Киров леса Говорит о том Что Ну как бы Вот сейчас У следствия Нет прямых Обвинительных Улик И доказательства Вся доказательная База Выстроена На показаниях Заинтересованных Лиц Которые В судебном Процессе Отгребают Что называется От себя Да и делают Виновным Владимира Быкова Я прошу прощения Мы на этом Вынуждены Прерываться Да Спасибо большое Олегу Ткачеву Руководителю Кировского центра Поддержки НКО И члену Общественной палаты Кировской области Особое мнение На 101FM